Жесткая посадка в Стамбуле. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании «Пегасус» выкатился за пределы полосы и развалился на части. На борту находилось более 180 человек. Жесткая посадка и чудесное спасение. Самолет турецкой авиакомпании «Пегасус», летевший из Измира в Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и скатился во враг. Кадры происшествия в аэропорту Сабихи-Гёкчен публикуют турецкие телеканалы. На них видно, как лайнер, который развалился на несколько частей, охватывает огонь. По уточненным данным, на борту находилось 177 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех пассажиров вовремя эвакуировали, более 100 человек пострадали, один погиб. Судя по фотографиям, после столкновения носовая и хвостовая части самолета фактически отделились от корпуса воздушного судна. Почему это могло произойти и как удалось избежать жертв, комментирует заслуженный пилот России Юрий Сытник. Дело в том, что одновременно работают три полосы в Стамбуле. И одна из них короткая полоса, очень она короткая. Я даже приходилось садиться на 8-6, еле-еле я успел затормозить. Но если погода и полоса вдруг скользковатая, или командир допустил ошибку, на большой скорости зашел или промазал, то можно выскочить. И там как раз овраг, а дальше идет дорога и здание. Там уже скорость такая какая была, ну может было там километров 50-60. Люди привязаны, ну и что, самолет стал развалиться, люди в креслах-то остались здесь. Заканчивался пробег, там ну не хватило, может быть ему 50-100 метров. Да, самолет спишут, да и все, экипаж выгонят. Юрий Сытник, президент фонда, партнер гражданской авиации Олег Смирнов, напротив, считает, что в Турции почти что случилось чудо, так как разрушение конструкции при посадке смертельно опасно. От незначительных ударов он никогда не рассыпется, а так будут повреждены определенные части. Значит, это был сильный удар и на большой скорости. Этим людям повезло, они родились в рубашках, потому что самолет разрушился и ни одной жертвы. Разрушение самолета всегда влечет за собой, из-за наличия металлических обломков, очень острых и смертельных, влечет за собой очень трагические последствия. В данном случае только можно порадоваться и за пассажиров, и за экипаж. Люди были эвакуированы в этом заслуга и экипажа, потому что все экипажи готовятся к аварийной эвакуации пассажиров. В данном случае они сработали на 5 баллов. Олег Смирнов, в качестве основной причины произошедшего Минтранс в Турции называет сильный ветер при заходе на посадку. Прокуратура Стамбула уже начала расследование случившегося. Продолжение следует...